На свой участок Светлана приезжает всего пару раз в неделю. Четыре сотки находятся в Долинском районе. Из-за нехватки времени часто проведывать посадки не получается. Но кабачки культура весьма неприхотливая. Главное правильно подобрать сорта. Светлана выбрала в этом сезоне цукини, скворушка и куант. А также кабачок белоплодный. Всего восемь кустов. Ну растут неплохо, но к сожалению, вот сейчас тайфун сегодняшний, вчерашний, он все испортил. Посмотрим, как будет. На самом деле очень много гниет кабачков. Отваливаются завязи и кабачки уже созревшие, начинающие спеть, уже тоже гниют. Но на самом деле 8 августа мы собрали уже первый урожай. То есть это где-то 4 кабачка, где-то по 600-700 граммов и один большой, где-то килограмма на полтора. Участок Светланы находится в низине. Рядом протекает река с интересным для русского уха названием. Большой такой. Из-за сильного дождя река разлилась и затопила часть грядок. Несколько часов назад вода сошла, но вновь начался дождь. Под крышей теплицы Светлана рассказала, когда-то величина участка составляла 6 соток, но тайфун Филлис отрезал 2. Выращивать урожай в таком месте порой весьма рискованно. Но Светлана надеется на лучшее. К тому же даже 10 покупных кабачков не заменят по вкусу один, но со своей грядки. Кабачки собираются и патиссоны до конца сентября практически. Они могут плода носить. Ну и как бы я всегда всем говорю, что я очень люблю кабачки, очень люблю патиссоны. И в сравнении с магазинами китайскими, они никак нельзя их поставить, потому что у китайских и вкус не тот, и запах не тот, и консистенция не так, как говорит моя мама. Обычно с семи кустов цукини Светлана собирает по 60 килограммов в год. В этом сезоне кустов чуть больше, а ожидания из-за непогоды более скромные. Наша дачница планирует снять 50 кило. Расчеты показали, самая значительная часть расходов – это деньги на бензин. Так, один килограмм кабачков выходит на 154 рубля. Дороговато, но не рекорд для участников проекта «Битва урожаев». Напомню, стоимость помидоров Сергея Маслакова составила почти 6000 рублей за кило.